Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас приветствую из Тосканы. Спасибо, что подписываетесь на мои три канала. Ну и как всегда, в описании я оставлю ссылку на первый, на второй, третий каналы на данной платформе, на ютубе. Там же будет ссылка на телеграм-канал. Сегодня мы продолжаем экскурсию и мы сегодня с моими туристками. У меня второй день. Мы едем в Картону. У нас будет Картона. И потом мы поедем в Радиковине. Радиковине мы с вами недавно уже были. Домик симпатичный. Под солнышки. В ту сторону смотрят, да. Ну вот мы приехали в Картону. Идем в сторону площади Республики. Редактор субтитров А.Семкин Музей и плюс Картона. Известно своими концертами и фестивалями. Продолжение следует... Поговорить... У нас сейчас маленькая санитарная пауза. Я хочу просто продолжить разговор по поводу того, что вчера инцидент, который у нас произошел в Монтепульчане, но я рассказала моим подписчикам об этом инциденте, и я удивилась, читая комментарии, 90% люди в первую очередь обращали внимание на Монтепульчану. Ну, какой-то процент про поляка. Что почему поляков обслуживали хуже, чем моих туристов. Я потом продолжу, как раз мне туристы подходят. Туристы у меня красивую скатерть купили. Так вот я продолжаю. А почему? И я привела цитату. Фильм такой есть. Маркизу Ди Грилло. Там Маркиз исполняет роль Альберто Сорди. Играет в карты с чернью. Приехали жандармы, жандармы всех арестовали, а его не тронули. И вот черт, который в карты он играл, азартные игры тогда были запрещены, говорит, «Синьор Маркиз, а почему нас арестовали, а вас нет?» А он говорит, «Перкею, что и войну, сети он как?» Извините, грубое слово. Что я – это я, а вы – вот. Ну, в жизни-то ничего не изменилось. Вот эти вот аркулане, они, что вы думаете, они за Христа ради, они видят клиентов, ходит группа поляков, извините, в исподниках, мужики, пардон, в этих семейных трусах. Просто даже неприлично в таком ходить. В каких-то майках. Потом пахнет, пахло. И что они там сейчас в аркулане, где бутылка 1,50 евро будут что-то тратить? Нет. Они там пришли пожрать, на халяву. И аркулане, они знают об этом, поэтому такой сервис и предлагают. Вся группа 50 человек, там человек 5 только, что-то купила, и то, что подешевле. И стоял этот сопровождающий напротив кассы, который еще ждал, что ему подарок сделают. Они пожирали, выпили на халяву, извините, как есть, так и есть, я так и говорю. И еще, значит, он стоял, ждал какой-то почетный приз. Они же видят сразу клиента, кто будет тратить, кто не будет тратить. Соответствующий подход. А у моих был девушка Сомелье. Этот вот поляк в скриншот повешил. Трусы у него прям обалденные были. Он стоял и смотрел в тарелку, что ели, что предлагали моим туристкам. И что было, видимо, у него. И, видимо, жаба задушила. И вообще, это не по-мужски, на мой взгляд, вот таким образом разговаривать с женщинами. Три женщины. Они не в трусах, как вот эти вот из твоей группы. Они прилично выглядят, как женщины. И ты, мужик, это не мужчины, даже не полумужчины. Начинаешь придираться, тролль. Это так называемые энергетические вампиры. Ну и что, его выставил, хозяин дегустации, Аркулани, он его выставил, сделал абсолютно правильно, что нечего такими вещами, разборками заниматься у него на территории. Еще один момент. Я не могу понять украинцев, которые... Причем вы тут? Это была какая-то стычка между моими туристами и вот этим поляком. Вы при чем? Вы думаете, он за вас заступался? Если бы сидели ваши богатенькие или жены ваших богатеньких, которые там натырили всего и сбежали, и он бы увидел, что вашим богатеньким предлагают вкусненькое, а ему там вот то, что ему дали, выдали бесплатно, вы думаете, он ваших бы не огрел какими-нибудь комплиментами? Это суть человека такая. Он бы точно так же сказал, вот, сидят здесь, жрут, пьют, мы им помогаем, стволы отправляем помощь, я вот такой задрот здесь стою в синих трусах, этими трясу местами перед вами, а они жрут и пьют за мой счет, потому что мы им отправляем помощь. Вот пришли мои туристки, мы идем дальше. Сумки красивые, очень оригинальные. У меня мои туристки обожают шопинг. Какая прелесть. Смотрите, какая сумка. Как слышат только что, россияне сразу такую любезность проявляют. туристы? Мы всегда были, конечно, россияне самыми лучшими туристами. Щедрыми, тратили, вели себя всегда достойно, поэтому, конечно, наших туристов любят и ждут. Ну, в общем, мы вышли с вами на площадь республики, это главная площадь, картон и площадь средневековая. Сейчас я вам покажу балкон. Вот этот балкон, он используется очень часто для оперы. То есть, оркестр, вот он здесь внизу располагается, здесь же зрители на этой площади. И вот оттуда неожиданно может появляться певец или певица. по улицам картоны. Прекрасный день сегодня. Где-то, наверное, за 30 градусов, но я хочу сказать, что сухой сегодня такой воздух и достаточно легко дышится. Приезжайте в картон. потом пройдем на смотровую площадку. А смотрите, здесь нету треугольника масонского оттуда. Нету масонского треугольника. И во многих католических храмах и в Риме. Но это как око сведящее. городское кладбище перед нами. Андреа Роджи. Видите, его произведение здесь на площади поставили. у меня даже была задумка чтобы он сделал скульптуру для Донбасса. кофе нам принесли. Это очень ням-ням вкусно. сейчас. Так, мы уже вроде кофе не приехали. в Донбассе вот Вот башня, на которую мы потом будем подниматься. Ну, ради кухонь его, помните, прекрасно. Мы буквально 10 дней там у нас. Отлично идём туда. Сейчас идём мы на обед. Вот в этот ресторан. У них нет обеденного перерыва. Они всегда открыты. Ага. Вот, поэтому, по-моему, в прошлый раз мы как раз на этом месте сидели. Здесь прохладно. Здесь градусов сейчас 25, я думаю, не больше. Очень-очень комфортно. Потом мы пойдём на башню. Приветствую вас из картона. Вон Танечка идёт, моя вторая туристка. Ну, потому что принято в обеденное время многим ресторанам закрываться на обед. Поэтому, если вы приедете ради кофана, вот видите, два часа сейчас ресторан работает в обычном, нормальном режиме. Вот, поэтому сейчас мы обедаем, потом мы поднимаемся на башню. Ну, как бы, сырок. Бывает. Такое. Очень вкусное. Поэтому, видите, оливковое масло, немножко соли. У меня уже пахло. Ням-ням. Очень вкусно. Где-то с кузом. А кое-что ляльо? Ко ляльо. Мацо панта гроссо. Огроменные, да. Ну, он сказал, что он какой-то очень особенный. Не острый. А, не острый, да. Не острый. Налево. Вход налево. Лаванда, смотрите, с правой стороны какая. Вот сюда мы. И на самый верх. Вот Джина Дитако. Местный Робин Гуд. Который высматривал богатенькие караваны и грабил. Якобы отдавал людям. Все, пошли. Последний марш-бросок. Почти уже пришли. Мастер-бросок. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сегодня не так ветрено У нас фазаны здесь тоже имеются Друзья, ну что ж, закончился второй рабочий день Все прошло великолепно Спасибо вам большое, что смотрите Я вас очень люблю И мы с вами увидимся завтра Субтитры делал DimaTorzok